Концерт студентов Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева состоялся в малом зале детской школы искусств города Видное. И это уже не первая встреча, когда молодые люди демонстрируют игру на виолончели, инструменте, обладающем широкими выразительными возможностями. Виолончели имеют неповторимый тембр. У нее очень красивый звук. И мне кажется, что когда мужчина играет на виолончели, то он может из нее достать какой-то очень интересный интимный звук. Когда женщина играет, совсем другое ощущение от игры, когда играет девушка, например. А Витян Макарий – студент первого курса. С выбором инструмента, на котором учиться играть, не сомневался. А когда ты играешь, ты в основном пребываешь в таком небольшом трансе, и тебе не очень ощущается, как на тебя смотрят. Ты и твой инструмент – это отдельный небольшой мирок, в котором существуешь ты, аккомпаниатор, музыка. А зрители – это уже, скажем, мы их притягиваем к себе. Не во всех музыкальных школах присутствует такой инструмент, как виолончель. Преподавателей этого класса тоже немного. Цель организации таких концертов – заинтересовать учащихся, поддержать педагогов. Есть у наших, видновских ребят, интерес к этому инструменту? Вы знаете, сейчас стал появляться, он появляется. То есть народ идет, действительно, у нас два преподавателя, виолончель еще землер, Рима Константина. Вот у нас по 10 человечков, но уже вот ребята учатся. Ну, надеемся, что вот хотим, конечно, развивать виолончель. У Екатерины Ефремовой среди учеников есть перспективные, получившие уже не одну награду. Занимался я довольно-таки долго, усердно, но кое-что не получалось. То есть на конкурсах я иногда волновалась, так скажем, руки потели, то есть я боялась выйти. То есть мне говорили, не смотри на сцену, а я смотрел, сбивался. Практика встреч со студентами музыкальных образовательных учреждений будет продолжаться и дальше. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.